Всем привет, друзья, с вами Маламадрас. И игра PUBG Mobile в последнее время начинает удивлять. Вчера я уже рассказывал в своем видео о пасхалке, где можно найти зомби на карте Ирангель в европейском PUBG Mobile. Обязательно посмотрите, если еще не видели. Но на этом пасхалке не заканчивается. Хочу сказать спасибо моему подписчику Андрею за то, что отправил мне очень интересную пасхалочку, которая связана с Новым Годом. И в отличие от зомбаков, внимание, она находится именно в китайском клиенте PUBG Mobile, не в европейском. В обновлении 0.12, но она довольно забавная и реально новогодняя. Помните секретное перевернутое деревце на Ирангеле? И еще много похожих можно найти тоже на этом же Ирангеле, но вот кто бы мог подумать, что одно из таких деревцев окажется пасхалкой. Если забраться вот на эту гору, недалеко от школы, рядышком с одиноким домиком, можно найти вот такую елочку, окруженную небольшим заборчиком. Да, симпатичная, миленькая, маленькая елочка, но пасхалка и сам секрет не только в этом. Если подойти к ней ближе, появится возможность ее полить. Специальная такая кнопочка. И если вы ее польете, елочка на глазах вырастает и становится выше. Вот это волшебство, да? Но это еще не все. Елочка помимо того, что вырастает, выплевывает вам какой-нибудь рандомный предмет, как подарочек. Очень жаль, что елку можно полить только один раз, одному человеку. Но я все равно решил слетать туда несколько раз и посмотреть, что же елочка мне подарит. И каждый раз елка давала мне то прицел, то вес, то континергетик и все в этом духе. И я подумал, а что если туда прилететь с товарищами? Вырастет ли елочка выше, чем если ее поливать одному? Утром в будний день найти тиммейтов. Тем более в китайском пабге с обновленной версией не так уж и просто. Но тем не менее, у меня получилось найти хотя бы одного игрока в моем дискорд сервере. И мы отправились туда вдвоем. Сначала я полил елочку, а затем мой товарищ и елка стало больше. Кстати, выплюнула елочка два предмета, шестикрат и энергетик. Хотя я и один как-то прилетал, елка также давала мне третий броник, представляете, и второй шлем сразу же. Что же будет, если туда прилетит вообще целый склад, я ума не приложу. Очень жаль, что мне не получилось все-таки посмотреть на нее в полном размере, потому что целый склад собрать не вышло, а уговорить китайцев у меня вообще ни разу не получилось. Но в сети уже есть кадры, где ребята все-таки вырастили огромную новогоднюю елку. Но вот мне интересно, если вы все-таки складом туда прилетели, вырастили большую елку, забрали все всякие классные вещички, И что, если туда приедут еще склады? Ну, допустим, еще человек 20-30, и смогут ли они ее палить и сделать вообще невероятно огромные? Но, не знаю, в рамках китайского клиента вряд ли лично у меня получится сделать такой эксперимент, потому что мы просто не соберем такого количества игроков в одном месте, это будет нереально. Но, в общем, вот такая вот добрая и забавная пасхалочка, которая даже без снега и зимней карты напоминает нам о новогодних праздниках. Кстати, возможно, еще что-нибудь китайцы спрятали на Ирангеле или там других картах, я пока не знаю. И Андрей, который прислал мне эту пасхалку еще, отправлял вот такой скриншот с елкой на стартовом острове, но почему-то сейчас ее там нет, может, зачем-то вырезали ее, фиг его знает. Но то, что такие штуки вводят в PUBG Mobile в китайском клиенте и, возможно, и у нас ведут, это очень классно. Было бы довольно круто, если бы наш европейский клиент пополнялся постоянно такими вот необычными волшебными секретами. Ну, а у меня на этом все, друзья. Ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, если вы находили еще какие-нибудь интересные пасхалочки. И, конечно же, подписывайтесь на канал. С вами был Маламадрас, увидимся в новом видео и всех с наступающим. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok